К другим новостям. Достигнуть пенсионного возраста и остаться без страховых выплат. К сожалению, с таким фактом все чаще сталкиваются россияне. В некоторых регионах страны массово отказывают в назначении пенсии. Как узнать, заработали ли вы на старости? Как отстоять свои права на получение страховых выплат? Расскажет наш корреспондент. Отказ в назначении пенсии. Такой вердикт могут услышать люди, которым не хватило либо стажа, либо необходимых пенсионных баллов. И если раньше, чтобы уйти на заслуженный отдых и при этом получать деньги, требовалось иметь за плечами 5 лет трудового стажа, то сейчас для этого необходимо отработать 8 лет. Что касается минимального количества пенсионных баллов, то оно также растет из года в год. На сегодняшний день индивидуальный пенсионный коэффициент составляет 11,4. При соблюдении этих параметров страховая пенсия вам обеспечена. Причиной отказа может также являться и неподтверждение стажа. Например, заявитель у нас работал, но по каким-то иным причинам он не может подтвердить свою трудовую деятельность, не может представить справку о работе, либо не может подтвердить трудовую книжку свою. У тех, кто получал серую зарплату, больше шансов остаться в старости без страховых выплат, так как достаточное количество пенсионных баллов можно накопить, отчисляя страховые взносы с белой заработной платы. Кстати, рассчитать индивидуальный пенсионный коэффициент можно самостоятельно. На официальном сайте организации есть специальный калькулятор. Кроме того, примерно за три месяца до назначения пенсии граждане могут обратиться в отдел оценки пенсионных прав. Пенсии носят индивидуальный показатель. Соответственно, они все назначаются из индивидуальных параметров каждого гражданина. Из индивидуально выработанного стажа, заработной платы и страховых отчислений с белой заработной платы. А также, в случае, если это женщина назначает пенсию, то там могут быть еще уход за ребенком до полутора лет, что приносит тоже свои баллы. Если по какой-то причине поступает отказ в назначении страховых выплат по старости, любой гражданин имеет право спорить это решение в суде. А вот вопросы, связанные с размером пенсии, возможно разъяснить только в пенсионном фонде. Луизия Геозарян, Дмитрий Родянко и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ.